всем привет от данного бренда на нашем канале это уже второе устройство на этот раз это полноценный стерео усилитель звука с таким прекрасным качеством изготовления сейчас посмотрим все это детально всем приятного просмотра поставляется такой скромной фирменной упаковки комплектацию входит совсем такое скромное руководство пользователя в котором есть и отметки скорее всего это гарантийный талон а этот наверное уже сертификат соответствия также с отметкой этот провод скорее всего идет бонусом весь и провод стандарта 2 и 0 так скажем более устаревающий стандарт форм-фактора юсби мими для безопасной транспортировки смотрим достаточно толстый слой уплотнительного материала сетевой провод как раз под наши стандарты розеток и длина порядка 1,5 метров в зависимости от комплектации можем видеть и блок питания с таким хорошим весом ну и внешне с таким отличным качеством изготовления на выходы также можем видеть фильтр и разъем стандарта в диаметре 5,5 миллиметров основные технические параметры блока питания выходное постоянное напряжение 24 вольта который способен развить силу тока до 4 ампер и с таким внушительным током потребления на входе до 2 ампер это максимальный ток потребления в зависимости от напряжения от 100 до 240 вольт переменного напряжения от бытовой сети с частотой 50 герц и на выходе тоже провод длиной один целых один метров комплект и идет также пульт дистанционного управления для усиления связи по каналу bluetooth есть еще такая разъемная внешняя антенна комплекте идет еще одна такая бумажка по всей видимости у данного бренда есть очень хороший технический контроль как видим тоже с отметкой ну и собственно сам усилитель первое впечатление от внешнего вида можно сказать очень даже неплохое сделано все очень четко с таким тиснением светлом исполнении смотрим как маркировка еле отличается при ярком освещении и на мой взгляд все-таки лучше выбрать усилитель полностью в черном исполнении поскольку там текст белый на черном прекрасно читается на усилителе всего одна кнопка которая может выполнять сразу две функции первое при удержании нажатой кнопки производится включение усилителя который и точно таким же образом можно выключить с помощью коротких нажатий кнопка начинает работать в режиме select более подробно который посмотрим чуть далее в ролике основная кнопка регулировки тоже способна работать в виде кнопки позволяет выбирать низкие или высокие частоты для последующей регулировки и данный волкодер как видим имеет такой легкий характерный шаг ступенька при более быстром вращении который практически не ощущается с краю расположена вход гнездо для питания на постоянное напряжение в 24 вольт клеммники здесь видим достаточно габаритные хорошего качества и с возможностью сразу два способа включения снизу две кнопки регулировка громкости как видим пульт работает даже без прямого направления на устройство с помощью кнопки select можем выбирать точнее переключаться то есть зависимости от источника сигнала и типа связи подбирать соответствующий режим к примеру на усилителе можем видеть значение aux это на случай если вы хотите связать стереоусилитель с различными источниками сигнала это телевизор ресивер спутниковые плееры и так далее то в данном случае непосредственно связь идет через стандартный порт mini джек три с половиной миллиметров это так сказать первый способ подключения различных медиа устройств и снова с помощью кнопки select переключаемся уже на беспроводной тип связи то есть с помощью bluetooth модуля теперь коммутация стереоусилителя с радиоприемниками и другими устройствами происходит по воздуху беспроводному связи разумеется при наличии такой поддержки до источники сигнала следующий стандарт коммутации как видим появляется значение и весь би это скорее всего при наличии соответствующего провода тоже так сказать проводной тип связи возможно по соответствующему протоколу как для связи с компьютером так и других мультимедиа устройств если есть такая поддержка смотрим далее еще один такой способ связи так скажем проводной хотя по факту это уже оптическая передача это цифровой высококачественный интерфейс spdiv хотя это достаточно древний протокол которые в наши дни постепенно теряет актуальность и еще один такой способ коаксиальный разъем тоже так скажем проводной способ связи раньше в большей степени использовали для передачи телевизионного сигнала причем которые даже обеспечивала более высокое качество в плане частотности и как видим усилитель собрал максимально все существующие стандарты или так скажем способы связи теперь с помощью кнопки тон попадаем в раздел регулировки высоких и низких частот где при желании можно корректировать от минус 7 это плюс 7 то есть и добавлять или наоборот убирать низкие или верхние частоты для более точной подстройки под конкретный жанр исполнения или так скажем стиль музыки пульт работает на двух элементах питания стандарта 3а 1,5 вольт есть отдельный выход для подключения сабвуфера работу которого проверим чуть далее в ролике что касается работы данного входа разъема микро usb ролик данной стереосистеме для чего он вообще нужен после уточнения оставим комментарий под данным роликом на основании есть вот такие крепкие резиновые ножки для надежной фиксации на плоскости сейчас можно и немного прослушать как все это хозяйство работают что спасали жизнь другому человеку сейчас прослушаем и музыку но прежде хочется поговорить о работе данной функции в котором есть всего два положения либо это включенный либо отключенные что-то наподобие кроссовера с отключенным данной функцией как бы особых проблем нет и на более низкой уровне громкости усиливает в том виде как она есть с включенной функцией более высокой громкости когда динамик способен войти в резонанс то случае включения данной функции есть более точный контроль по низким частотам можно было бы предположить что это смену пути сигнала через легкую фильтрацию помощью малой емкости но здесь идет и срез на высоких частотах то есть можно предположить что сигнал значительной степени обрабатывается и это вполне возможно сделано для того чтобы не вводить в резонанс или по крайней мере создать для динамика более щадящие условия работы и теперь слушаем как все это дело звучит и Субтитры сделал DimaTorzok Если в прошлом веке в силу малой производительности на тот момент технологии, которые уже двинулись далеко вперед, даже не говоря о той частоте дискретизации студийного качества, и получить такой чистый звук с очень хорошим качеством оцифровки, сложно представить, сколько она могла бы стоить на тот период времени. И в зависимости от хорошего источника, звук вообще бесподобный. И самое главное, примерно до середины громкости практически невозможно услышать фоновый шум. Это такой немаловажный момент, особенно для любителей тихой обстановки, слушать разговорное радио. Это и передача всего воздуха без малейшего щепения, гудения. А на максимальной громкости на паузе уже видим, появляется небольшой фоновый шум, хотя его еще надо постараться услышать при такой громкости проигрывания. Что же касается выхода сабвуфера, то здесь, как видим, определяется исключительно только низкая частота, проскакивают даже инфра-низкие колебания. А так любителям играть в компьютерные игры или же для создания домашнего кинотеатра, то в такой связке можно уже не только ушами, но и телом почувствовать звук. На пульте осталась еще функция эквалайзера, как видим, меняется тон, есть несколько предустановок заводских и еще одна кнопка, которая работает в режиме паузы. Лайк, комментарий, подписка. Всем спасибо за просмотр.